Резкий запах в подъезде появился неожиданно вечером в воскресенье. Причину найти не смогли, предположительно он идет откуда-то снизу. Жители дома номер 9 на улице Ломоносова сразу открыли все окна, оставили нараспашку дверь подъезда и даже открыли люк на чердак. Однако результата это не дало. Запах держится уже 5 дней. Не знаю, какой-то растворитель, по-моему. Не знаю, что-то такое химическое, но это не краска. Запах сильный и, соответственно, и кашель у меня образовался. Пахло, да, вот каким-то химический был запах. Точно не могу сказать, что это. Мы живем на пятом этаже, соответственно, у нас все открыто, то есть, ну, мало помогает. Я задыхалась. Я астматика. Я задыхалась. Мне было очень плохо. А бабушка у меня тоже астматика, аллергия. Мы задыхались просто-напросто и обращались во все инстанции. Ситуацию осложняет то, что в подъезде живут маленькие дети и пенсионеры, часть из которых страдают астмой. Бабушке Надежды Колесниковой 92 года. Из-за сильного запаха ее самочувствие ухудшилось. За одну ночь они вызывали скорую 4 раза. Дышать приходилось с помощью специальных устройств. Мы дышали вот этими кислородными баллончиками, потому что дышать было совершенно нечем. На самом деле, вот все здесь жгло, все горело, и мы задыхались. Все окна, все насти же было открыто, дышать было нечем. Дышали вот такими кислородными баллончиками. Местные жители забили тревогу и уже в понедельник начали звонить в разные инстанции. Однако слушать людей нигде не стали. Мы звонили ЖЭУ, Санэпидемстанции, Роспотребнадзор. Из каждого телефона нас отправляли в другую инстанцию. В другую инстанцию. Типа такой, вы знаете, вы напишите заявление, вы приезжаете к нам. Мы говорим, ну мы задыхаемся. В чем дело? Наконец-то звонили приемные губернатора. А приемные губернатора Надежду просто-напросто послали, извините, на три буквы. Стоит отметить, что резкий запах появился в подъезде не в первый раз. Такой же был три месяца назад и полтора года назад. Правда, в тех случаях исчез он так же неожиданно, как и появился. Галина Кудряшова, Игорь Клотов, телекомпания «Город».